Маленькому ребенку, скажите, сделать это нельзя, он все равно это сделает. В другом месте он там пьет или там напачкает, правильно? Так что по поводу художников, с одной стороны я сразу скажу, что просто не хватает мест, а у нас в Латвии Академия Художеств, дизайнеров, сколько молодежи приходят клиенты, которые рисуют красиво. Но им негде реализовать себя, в первую очередь. А папа и те же ребята, они на улицах, можно сказать, гадят, потому что он тренируется, это называется отработать хендстайл в ночное время. Профессиональный художник граффити под ником Александроид Малыш работает в магазине красок. Пока мы с ним общались, сюда за баллончиками зашли несколько подростков. Каждый что-то купил. Что нарисует, увидим скоро на стенах. Штраф для тех, кто рисует, и штраф для тех, у кого нарисовали. Пока что это единственный способ борьбы с граффити в Риге. Как РУСЛСМ рассказали в госполиции, точной статистики о том, сколько любителей баллончиков с краской наказано, нет. Они проходят по общим статьям – хулиганство и порча имущества. Но граффити может быть и искусством. И такие места есть. Вот, к примеру, двор Наталинас можно и туристам показывать. Дайте место для творчества, как это делают в других странах, призывают художник Рижскую думу. Легальное место дается городам, муниципалитетам, где есть куча стен, где, пожалуйста, вот у нас Латвия, вся Латвия в заборах, в старых гнилых заборах. Любой забор отдайте, пусть там приходит, он закрасил, другой сфоткал, пришел, опять порисовал. Но пока рисуют, где попало и как попало. Каракули, которые нельзя назвать искусством, портят город. Похоже, что критическая масса граффити на стенах уже достигнута. В Рижской думе задумались, как решать эту проблему. Сейчас за фасад здания отвечает его собственник. И он должен закрашивать или смыть непрошенную краску. Депутаты хотят владельцам помочь, но пока не знают, как. Мы ищем способ, как это сделать. Либо через фонд, либо механизм поддержки. Но опять же, чтобы он не был слишком бюрократичным. Может, самоправление будет само закрашивать граффити. В общем, мы ищем способ, чтобы Дума помогала избавляться от них юридически правильно. А вот что мешает Рижской думе привести в порядок свою же собственность, уже сейчас это большая загадка. Вот, к примеру, пешеходный туннель под островным мостом. Он был отреставрирован и покрашен несколько лет назад. Вот как он выглядит сейчас. Итак, вот первое граффити. Мы начинаем с Луцев Салы и пойдем до стороны сзади Салы. Участок дороги довольно-таки небольшой, но при этом все, здесь много граффити. И 76-77. Это еще не считая с той стороны. То есть за этот небольшой участок дороги мы сосчитали... Сколько было? 70? 76, по-моему. 7. 77 граффити. Вот. Я уже даже сбилась со счетом. Потому что они еще и с этой стороны, и с этой стороны. И здесь просто вот везде. Вот даже на этом участке дороги. Это уже даже не дорога, а переход. Здесь их тоже очень-очень-очень много. Анастасия Демиденок, Сандрис Полис, Кришнини Слейтис, Русс ЛСМ. Анастасия Демиденко, Санкт-Петербродский. Санкт-Петербродский. Ведом Ирина Демиденко, Санкт-Петербродской. Спасибо. Покорное.